Ну что ж, у нас в гостях Алексей Шиндин и Андрей Ружников, участники международных соревнований Байкал Джет Фест на Маломорском побережье. Вот так. Парни, расскажите подробнее нам и всем зрителям, что же это был за фестиваль, что там происходило интересного. Фестиваль состоял из четырех дней, четыре полных дня, в котором было начало регистрации участников. Два дня соревнований и третий финальный день, ну там, наверное, как объяснить-то. Там был фристайл, то есть лучшие мировые спортсмены за границей, которые приехали в основном, то есть показывали мастерство на гидроциклах специальных, то есть которых не продают, так скажем, в магазине даже. То есть именно устраивали шоу, делали сальто, двойные сальто у нас, там ездили яхты, делали большие волны, ну то есть они на них прыгали и... Парни, а были какие-то вот признанные, общепризнанные мировые лидеры, на чьи соревнования отдельно люди пришли посмотреть? Ну приезжали люди за границей, которые вот приезжал прошлогодний чемпион мира по фристайлу, то есть было очень круто, то есть такого не увидеть, даже, наверное, у нас-то в стране, в России нигде. То есть нам вот удалось посмотреть на таких звезд. Парни, я знаю, что вы мотоциклисты, профессиональные, так же, да, правильно я говорю, профессиональные мотоциклисты. Как вас вообще занесло в водные дисциплины? Да, все началось с детства, наверное, еще с года, с 2002-го, то есть когда приехали на Байкал, я еще был маленький, лет 11, было и наши соседи на гидроцикле катались, там, в общем, так сильно захотелось, и, в общем, была мечта, когда вырос, то купить себе гидроцикл, в общем, прошло 10 лет, и в 2012-м купил первый гидроцикл, ну а в прошлом году вот у Алексея появился первый стоячий гидроцикл, то есть который именно спортивный, на котором нужно участвовать в соревнованиях, мы на нем прокатились, мне понравилось, потому что техника приближенная к мотоциклу, ну, то есть там и физические нагрузки такие серьезные, и интересно, как бы можно попрыгать, понырять, поскакать, в общем, решил, что на вот этот сезон буду себе покупать тоже такой гидроцикл, гидроцикл, и как раз к Байкалджетфесту где-то за неделю, за две недели его собрали, покатались, потренировались еще, поставили трассу свою, то есть обкатали, ну и, соответственно, поехали участвовать сразу на соревнованиях, такой первый опыт был тяжелый. Парни, расскажите, в каких дисциплинах вы участвовали, что, какие результаты показали, ну, в общем, о своем участии в Байкалджетфесте. Ну, Алексей участвовал в параллельном с лалами, то есть это дисциплина, где двое участников стартуют одновременно, у них одинаковые трассы приблизительно, то есть они едут сначала каждый по своей трассе, потом делают полкруга и меняются трассами, едут по трассам соперника, так скажем, вот. Я участвовал в дисциплине ски-кросс, то есть это, где много участников стартует, там около 20 человек и едут все по одной трассе, то есть там была сложность такая, что поднимали большие волны, когда много участников едет, то есть там волны метр-полтора, ну, была с этим трудность. То есть еще опыта нету и приходилось как-то справляться с гидроциклом, то есть там было много падений. До финиша дошли? До финиша, да, конечно, дошли. Участников с Иркутской области было, ну, именно вот в моем классе было где-то человека 2-3, то есть все остальные были такие именитые, там с Запада приехали в основном, ну, вот некоторые парни с Владивостока, с Хабаровска приезжали. Поэтому было тяжко, но мы ехали как могли, так скажем. То есть, ну, заняли место в первой десятке, я думаю, это для начала. Для начала очень здорово. Пойдет. А сам фестиваль, он будет ежегодный и будет все время проходить где-то на Байкале? Обещают, что он будет ежегодный и хотят сделать БДЖФ-19, пока непонятно, но я думаю, что он будет ежегодный. Потому что такого рода фестиваль у нас первый раз проходил, в принципе, наверное, на Байкале, да и, в принципе, в нашей области. И, судя по тому, что там было, достаточно дорогостоящий фестиваль получился. Расскажите, а как вообще вот вам фестиваль, как вот внутри этого фестиваля, как сама, ну, можно сказать, тусовка? Там атмосфера, на самом деле, очень своеобразная. Сарни, расскажите пару слов о подготовке к мероприятию. Что делали, как готовились. Ну, имеется не в техническом плане, а в физическом, какие-то упражнения, может быть, или еще что-то? Да, в основном тренировались, как бы по воде катались. То есть, там единственная сложность была, что подготовить, ну, и трассу саму приблизительно поставить, потому что никогда участие не принимали в таких соревнованиях. Поэтому было очень интересно даже самим, как, что будет, то есть, какая будет трасса, расположение. То есть, наглядно, когда не смотришь, как другие спортсмены катаются, то есть, интересно свой уровень понять. И хотелось бы, вот, развивали, то есть, издовую технику. У нас, на самом деле, было смешное подготовление, такое гонки к этой. Мы смотрели видео на ютубе и пытались повторить то, что делают спортсмены. Как бы у нас не сильно это получалось поначалу, но потом вроде все пошло так, как надо. Мы живем в таком морозном, можно сказать, регионе. Вот у вас сезон катания, он с какого месяца и до какого? С июня, в основном, то есть, с начала июня по... Можно вот по сентябрь, недавно сезон закрыли. Но в сентябре уже можно считать, что вы моржи, да, когда там тренируетесь? Ну да, то есть, вода уже холодная. Ну, если кататься в гидрокостюме, то еще, наверное, можно и в октябре покататься. Вы чувствуете себя теперь универсалами настоящими, что вы и там, и там можете участвовать, как в мотокроссе, так и в водных дисциплинах? Да всегда все моторные виды спорта как бы привлекали. Не только мотоциклы и гидроциклы, то есть, и машины интересны в чем-то. Ну, все хочется во всем покататься, хочется все познать, то есть, предела этому нету, то есть, будет что-то новенькое, будем тоже пробовать. Ну, пока в этом хотим развиваться, направление, то есть, и в Ангарске у нас пока что не развито, но будем пытаться. Но если сейчас вдруг кто-то захочет, то могут к вам обращаться, вы скажете, с чего начать. Конечно. Насколько я знаю, у вас еще впереди соревнования по мотокроссу какие-то, да? Расскажите об этом немножко подробнее. Ну, у нас первое соревнование, наверное, самое ближайшее будут не по мотокроссу, а по эндуро, ну, кантри-кросс так называемый. Он будет проходить на реке Аде, Заводинском, будет он проходить 15-го числа этого месяца. А второе уже соревнование пройдет 22-го сентября на трассе в пойме реки Китай. Сейчас тоже идет подготовка трассы. Расскажите, ну, а вам что больше нравится, что сложнее, на воде или на суше? Нравится везде и там, и там, везде интересно, так скажем. По суше у нас, то есть на мотоцикле, кататься опаснее в плане того, что если человек не подготовлен, не подготовлен физически, нету наката, можно упасть, соответственно, получить травму и сезон на этом окончится. В гидроцикле все более проще. То есть, грубо говоря, это тот же мотоцикл, только на воде, плюс еще ты, если падаешь, ты не получаешь там таких травм, скажем, максимум покраснение, синяки какие-то, ну, то есть в этом свои плюсы есть. Ну, все, дорогие друзья, приходите поддерживать парней на соревнованиях по мотокроссу. Если сами увлекаетесь этими видами спорта, конечно же, принимайте участие. У нас в гостях сегодня был Алексей Шингин и Андрей Рузников, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok